килобиты он туда передает быстрее чем старт оттуда сюда так 8 мегабит 0 3 0 0 3 0 3 0 вот 40 мегабит 20 29 21 15 всем привет вы на канале народный дообзор меня зовут арсений и сегодня мы будем тестировать дальность действия вайфай роутера kinetic start ну давайте так я нахожусь сейчас в деревне в белгородской области здесь по сути дела нет никаких помех кроме работающего раба но рэп по идее далеко хотя кто его знает в любом случае это не город ну и сейчас можем проверить по сути дела насколько честно заявляет как и сам kinetic так и другие производители что вот мол до 300 метров на открытой местности поехали так друзья буду сейчас показывать какое оборудование где стоит тестирование будем проводить с помощью айпер стандартно ну так как здесь все-таки деревня да не стоит ожидать каких-то красот ну буду показывать как есть итак смотрите сейчас вот я нахожусь на крыльце здесь я установил вот как раз kinetic start он работает по поя подключен гигабитным кабелем к интернет-центру kinetic 4 kinetic hero 4g плюс дело в том что здесь нет никаких интернет провайдеров это очень-очень далеко от районного центра вот здесь за моей спиной видно стоит две антенны на матчке соответственно почему 2 пришлось сделать резервирование к сожалению операторы здесь играют в игры поэтому то работает то не работает ну давайте тогда сейчас немножко вот в сторонку отойду до верхняя антенна это антекс за это мимо 2x2 нижняя антенна это антекс что-то там мимо антекс по моему 1815 тоже панелька но на одну частоту 1800 мегагерц они подключены к разным роутерам самая верхняя зета подключена к huawei b315 с 22 к нему также подключен стационарные телефоны вставлена симка а нижняя подключена уже в kinetic hero в качестве резерва там стоит sim карта тинькофф а в huawei теле 2 давайте зайдем в дом и посмотрим как это сделано вот смотрите здесь соответственно провода спускаются вниз вот стоит kinetic вот стоит huawei и здесь еще коммутатор который дает по и туда видеонаблюдения подключена вот внизу и бпшник стоит в общем значит kinetic hero у нас выступает в качестве главного интернет-центра и соединен с kinetic start по проводу на ноутбуке у нас соответственно запущена и первых и тестирование будет происходить с помощью соответственно серверной части которая запущена на ноутбуке ноутбук подключен к роутеру kinetic hero 4g плюс по вайфай 5 гигагерц телефон тоже подключен к 5 гигагерц сети смотрим какие у нас результаты ну фактически под 200 мегабит в секунду но вот это мы будем принимать за эталонный результат естественно дальше я переключусь на сеть 2 и 4 гигагерца потому что на старте только она имеется ну и на сети 2 и 4 мы получаем не очень хорошие результаты потому что на самом деле почему-то телефон подключился к роутеру который висит на крыльце хотя вот этот kinetic тоже вещает сеть 2 и 4 ну ладно выходим ну вот мы снова находимся на крыльце вот над моей головой kinetic давайте потестируем скорость здесь уже соответственно в сети 2 и 4 гигагерца запускаем тест ну в районе двадцатки мегабит выдает в среднем учитывая то что здесь интернет в принципе до 50 до 60 мегабит ну это более чем за глаза то есть вот последний результат считаю будем его брать за основу это 29 и 9 мегабит сейчас еще контрольное измерение проведу скорость несколько подросла до 77 мегабит но надо понимать что сейчас сеть на самом деле поднагружена интернет-центр тоже на нем висит несколько ip камер 3 смарт-телевизора ноутбук планшет и еще два смартфона ну вот последний результат 53 мегабита в любом случае давайте посмотрим на дальность работы вайфая естественно учитывая то что в доме установлены стеклопакеты никакой вайфай они не пропускают нормально ослабление идет очень сильная я еще это могу показать поэтому принципе будем считать что у нас открытая местность фактически между мной и роутером вот прямая видимость да сейчас мы с вами будем отходить вот в сторону огорода вот туда ну да тут будет пара стен но я не считаю что это какое-то криминальное значение будет играть на результатах измерения и так давайте сейчас я буду считать шаги потому что как я только что проверил по спутнику у меня погрешность очень низкая значит когда я насчитал 120 метров по спутнику по линейке получилось 113 метров то есть на таком большом расстоянии я думаю погрешность более чем прилично итак поехали итак первая отметка 50 метров значит вот за за моей спиной дом так его видно вот он там проверяем что нам показывает телефон ну в принципе уровень сигнала достаточно хороший практически полный запускаем тестирование что там 2 мегабита в секунду 2 мегабита но сигнал полный если мы зайдем в раздел настроек вай-фая мы увидим что у нас здесь канальная скорость 108 мегабит в секунду ну на самом деле очень странно почему такая низкая скорость вот до 81 упала но хотелось бы рассчитывать хотя бы мегабит на 15 10 но этого не произошло давайте еще раз запустим тест ну вот 5 мегабит стал показывать ну будем считать что интернет центр перегружен а мы с вами пойдем дальше итак я отошел на 100 метров от дома вон он там смотрим уровень сигнала вай-фай упал одно деление составляет вот приподнялся запускаем тестирование смотрим какие-то килобиты счет совсем не весело хотя в принципе видимость прямая есть ну одна стеночка по сути дело вот не знаю сейчас удастся приблизить нет одна стеночка разделяет запустим еще разок килобиты странные дела давайте я попробую запустить спид тест посмотрим какая скорость вот последние результаты конечно я совсем забыл сказать что он на кинетике еще работает vpn наверное он подгружает неплохо так интернет-центр с другой стороны под 2 мегабита интернет выдает то есть больше чем и первых ну здесь старый поток а вот на отдачу вообще неплохо 11 мегабит ну странные дела давайте пойдем дальше еще 50 метров прошел ответственно 150 метров удаление от роутера вон он там давайте ну давайте ориентироваться на спид тест что ли он как-то честнее что ли дает под мегабит входящая но входящая тоже может быть перегружена потому что там сейчас телевизоры работают тут все таки мобильный оператор связи а исходящие очень даже ничего на таком-то расстоянии да и смотрите не знаю насколько видно несколько несколько так сейчас вот несколько делений вайфая давайте запустим айпер в так но разнятся результаты разнятся это на получение на смартфон давайте теперь попробуем отсюда на передачу ого 55 мегабит 14 22 36 какая-то ерунда не находите почему-то смартфон да ну какая тут антенка маленькая расположена внутри на печатной платке да он туда передает быстрее чем старт оттуда сюда но даже если предположить что на смартфоне слабый передатчик точнее приемник ну тогда получается мощный передатчик но слабый приемник тоже как-то нелогично да ну давайте продолжим тестирование дальше я пойду еще еще отойду на ну постараюсь насколько еще метров на 50 так я отошел еще на 50 метров что мы видим так что мы видим здесь сейчас не коннектится не коннектится смартфон вайфай видит но не коннектится сейчас отключим включим модуль причем 5 гигагерц даже добивает сюда представляете это очень удивительно это очень удивительно ну давайте может так о нашел подключается я не знаю как так почему 5 гигагерц видит 24 конечно мощнее давайте посмотрим что показывает канальная скорость 34 мегабита 51 сушки ну 200 метров давайте посмотрим с какой скоростью будет передавать смартфон на kinetic start запускаем тест сушки 7 мегабит 14 мегабит средние 9 и 8 мегабит это это круто давайте посмотрим сколько будет передавать kinetic start на смартфон сейчас очистим результаты стартуем 3 мегабита меньше мегабита 600 килобит 400 мегабит средние ну чуть меньше одного мегабита все равно я этот фокус-фокус не понимаю ну давайте попробуем запустить спид тест ну вот результат при удалении смартфона на 200 метров от роутера kinetic start смартфон у меня реалми gt3 по моему про или просто 3 не помню ну что давайте еще отойдем попробуем чем черт не шутит отошел еще на 50 метров ну совсем уже далеко вот вот там вот там дом не знаю видно не видно слушайте ну вайфа еще работает это у нас получается 250 метров нет отрубился вайфай сейчас еще раз попробуем подключиться ну и давайте все-таки быть откровенными не совсем прямая видимость все-таки там есть минимум одна стеночка хотя она и по сути дела деревянная из тонкой доски ну все нет вайфая фая нет вайфая все не алё а нет сушки появился появился причем я удивляюсь тому что и 5 гигагерц я вижу он вряд ли конечно даст к нему подключиться он их 2 и 4 не дает давайте попробуем еще раз 2 и 4 не дает сети пропали давайте я немножко так вот телефон буду по-другому держать может быть это что-то даст все-таки положение по сути дело приемные антенны в пространстве я думаю влияет на качество подключения о подключилась слушайте даже три палочки показывает давайте посмотрим уровень сигнала канальную скорость показывает 51 мегабит 137 ребята это это нонсенс впрочем быть может конечно все что угодно давайте запустим спид тест наш любимый кручу верчу запутать хочу раз-два раз-два прием прием давайте чуть чуть выше нет не удалось завершить еще раз попробуем наверное большая потеря сигнала ну смысле потери пакетов идут 20 килобит на вход и полтора мегабита на передачу существенно я все еще не понимаю как получается так что от кинетика на смартфон мало а со смартфона на кинетик много почему хотя его настраивал ну то есть это как бы но давайте попробуем через айпер запустить передачу со стороны смартфона на кинетик смотрим скорость так 8 мегабит 0 3 0 0 3 0 3 0 ну что ребят я наверное пойду обратно пока я буду идти давайте вот о чем подумаем ну первое наверное все таки такие бытовые роутеры плане чего бытовые но плане того что мощность их излучения она ограничена разрешенным законом стандартам я не помню какой там уровень по моему 150 или 200 милливатт использовать такие роутеры для того чтобы с помощью одной точки доступа покрыть большое расстояние ну наверное бессмысленно второе вот эти антенны круговые просто штыречки да у них круговая диаграмма направленности она предназначена для того чтобы покрыть широкую область во все стороны от себя то есть она как бы излучает во все стороны в принципе если поставить какую-то сеть сетчатую антенну или панельную можно сосредоточить направлении излучения в одну сторону но кто-то будет из этим заниматься у себя там на даче на участке я думаю вряд ли поэтому если хотите расширить зону приема передачи вай фая нужно использовать несколько точек доступа повторители репитеры сигнала ну в принципе наверное это будет самое правильное решение в любом случае я вот сейчас иду давайте покажу вам так вот мне до дома еще соответственно сколько тут читал ну метров 150 эти наверное чуть больше может я уже сбился со счета в этой точке вай фай есть вот он давайте еще раз посмотрим вот он давайте запустим передачу со смартфона на вот 40 мегабит 20 29 21 15 смартфон передает отлично роутер плохо принимает я вот не знаю это проблема роутера или настройки давайте посмотрим передачу на смартфон 105 2 мегабит 2 и 8 1 и 7 12 10 10 но в любом случае стало получше но но все равно со смартфона на роутер быстрее чем в обратную сторону пока я иду посмотрите как здесь красиво деревня ребят провел небольшой эксперимент поигрался с настройками вон там домик если можете разглядеть я вот на машине выехал просто уже темно и некомфортно значит по поводу вай фая ну мне удалось получить это у нас удаление где-то получается метров так 170 наверное да на дороге вот тут рядышком было 150 смотрите удалось получить в районе 7 мегабит на прием я отключил функцию на кинетике тx-берст тx-берст она вот так вот выглядит значит в подтверждение своих слов запускаю клиент значит не знаю насколько сейчас будет видно сейчас яркость увеличиваю вот видно это у нас на прием на смартфон и теперь на передачу но на передачу в среднем получилось около там 17 прием около 13 давайте еще раз покажу прием полностью очищаю результаты и начинаем заново процесс то есть в принципе в принципе на расстоянии до двухсот пятидесяти метров ну там да наверное 3 мегабит в секунду 4 можно получить то есть это в принципе реально другой вопрос нужно ли это хороший вопрос на этом наверное я буду видеоролик заканчивать этот такой экспериментальный надеюсь кому-то эта информация была полезной в любом случае надо понимать что если вы устанавливаете роутер внутри помещения и у вас есть какие-то кирпичные стены да даже деревянные а уж тем более стеклопакеты а уж тем более которые с напылением а термальным чтобы не пропускать ультрафиолетовое излучение но минимизировать его проникновение до инфракрасная по моему это все очень сильно глушит сигнал вайфая поэтому ставить если хотите на участке нужно где-то под козырьком ну естественно в летний период времени зимой такие роутеры вряд ли выдержат кто бы там не говорил что про гермобоксы и так далее либо приобретать соответственно специальные но роутеры у которых есть стандартизация по айпи 66 или там айпи 67 но таких вряд ли наверное есть ну и с помощью них уже можно расширить очень-очень хорошо зону действия вайфая ну а на этом у меня пока все с вами был народный до обзор если смотрите меня на ю тубе обязательно подписывайтесь на меня на дзен канале если хотите поддержать развитие канала сделать это можно с помощью сервиса сбер чаевые либо переводом на карту тиньков а я с вами прощаюсь всем пока а